Что-то у нас произошло со связью, но не беда. Я тут прямой эфир сохранила, так что, если что, вы сможете пересмотреть. Так, продолжаем. Давайте начнем с принципов моих энергетических ресурсов. У меня их семь я выделила. Первая очень важная составляющая, это основа основ, из чего мы состоим, это из еды. Нужно питаться правильно. И это настолько примитивно, но настолько важно, что обязательно вы должны прям вот этот момент усвоить. Если вы будете неправильно питаться, если вы будете есть вот эту неправильную пищу, она будет сказываться сразу же, не заставит себя долго ждать, сразу же на вашу энергию. Может быть, вы даже не будете поправляться, может быть, у вас вес останется таким же, и фигура особо не будет меняться, хотя это дело времени. Но на вашу энергию, на ваше настроение еда влияет прямо очень сильно. Поэтому нужно корректировать питание, убрать вредные продукты, жирное, жареное, тем более фастфуд. Я уже не говорю, это по умолчанию вы должны знать. Да, первое, значит, корректируем питание, едим больше овощей, фруктов, всё это, включаем в свой обязательный рацион. Дальше, спорт. Включаем в свою жизнь обязательно спорт, потому что вначале вам будет дико лениво, вам не хочется будет, вы будете думать, ах, какая у меня нет сил, я устала. Но поверьте мне, стоит вам преодолеть вот этот вот рубеж, когда вам дико лень, и со временем вам спорт будет давать большую жизненную энергию, много энергетических сил. Вы знаете, как лошадь. У лошади же много сил, да, потому что у неё много мышц. То же самое, чем больше у вас будет мышц, тем легче вам будет вообще делать всё. Даже убирать игрушки к концу дня будет легче, потому что у вас будет больше мышц, а больше сил. Вот. Это второй момент, да, который мне помогает чувствовать себя всегда в тонусе, в хорошем. Третий момент. Йога. Я вам много раз говорила, и кто за мной долго следит, знает, что я обожаю просто кундалини-йогу. Это вообще... Вообще йога мне помогла изменить мою жизнь. Это больше, чем йога. Это про душу, про энергию, про травмы, которые она лечит. Да, и я хожу в Москве на йогу стабильно. Тут, надеюсь, тоже я найду, именно на кундалини. И после неё происходит какое-то переосмысление. Много вопросов каких-то. Ну, я получаю ответы на многие свои какие-то внутренние вопросы, которые меня беспокоили. И просто лишнее она отбивает, убирает из твоей жизни, и остаётся только главное. Очень многое убирает, забирает наши силы. Вот это какая-то ненужная суета, какие-то дурацкие комплексы, которые нас тормозят, да. И как раз-таки йога в этом мне очень сильно помогает. Вот. Так что берите на заметку кундалини. Кто ещё не попробовал, обязательно попробуйте. Дальше сон. Тоже банально, но это правда. Если вы из раза в раз не будете высыпаться постоянно, да, то очень скоро пропадут ваши силы. Просите, я не знаю, мужей. Вот сегодня я просто всё утро пиша просила, вот реально, чтобы он встал с мира, потому что она проснулась в 8 или в 9. А мне прям, вот я чувствую, что моему организму нужно ещё поспать 2 часа. Вот прям вот жизненно необходимо, чтобы чувствовать себя легко, бодро и хорошо. Я прям его так уговаривала, так уговаривала, в конце концов уговорила. Мила, если ты смотришь прямой эфир, спасибо тебе большое, я тебя очень сильно люблю. Вот. Поэтому уговаривайте своих ненаглядных хотя бы высыпаться один раз в неделю, да, чтобы ваш организм полностью отдохнул, полностью был в релаксе. Это очень важно. Ну, я вот говорю, почему один раз в неделю, потому что я понимаю, что с детьми это тяжело постоянно, да. Они там ночью просыпаются. Что такое всю ночь проспать, я уже не помню, что это такое, да. Но всё равно, вот, мой любимый муж мне помогает периодически, хотя для него это настоящий подвиг, встать с утра. И я это очень ценю. Так. Так, всё идёт? Прямой эфир нормально? Да, всё хорошо. Так, дальше. Дальше. Что у меня забирает энергию? Забирала, да. Это энергетически, отрицательно энергетически заряженные люди, да. Вам нужно произвести тотальную чистку своего окружения, потому что есть такие люди, как вампиры. Вот они вампирят тебя, и после... Как определить таких людей, да? После общения с ними вам как-то... У вас плохое настроение, вы чувствуете себя вялыми, да, неактивными. Как-то вы не получаете удовольствия от общения с этим человеком, по сути. Ну, почему-то по каким-то причинам вы встречаетесь. Возможно, это ваш там друг детства или ещё что-то, да. Давайте будем определимся, что это наша жизнь, и мы определяем, с кем нам общаться. Только вы делаете правильный, осознанный выбор, да. Если вы видите, что вам после общения с этим человеком плохо, нехорошо, то просто постепенно убирайте этого человека из вашей жизни, да. Скажете спасибо, когда вы это сделаете, потому что вот такие вот энергетические вампиры, они забирают очень много энергии, и они вам в жизни не нужны, да. Дальше, что мне приносит удовольствие, что мне даёт энергию немаленькую, да. Это... Так, выпало из головы. Сейчас, секунду. Выделила просто семь принципов для себя. Шестой принцип — это личное время, да. Очень важно иметь личное время, я не знаю, хотя бы 30 минут, хотя бы 40 минут, час в день, когда вы занимаетесь тем, что вам приносит истинное, настоящее удовольствие. Я помню, как-то я хотела, ну, просто приготовить, мне так захотелось приготовить, и чтобы меня никто в это время не дёргал, да. Опять-таки, с ребёнком, чтобы никто не дёргал, это практически нереально. Просто, либо там, Мира с няней, вроде бы пошли гулять, или с Мишей, я не помню. Я в это время приготовила и получила истинное удовольствие. Либо почитать книжку, либо там, я не знаю что, либо порисовать, либо просто погулять, попить латы на улице, чтобы тебя никто не дёргал. Личное время, как некоторое, да, в день, каждый день, которое вам приносит удовольствие. Либо вы просто хотите побыть в тишине одна. Это тоже очень важно. Да, выделяйте это личное время для себя обязательно. Оно необходимо каждому. Следующий момент, что мне приносит удовольствие, это сама себе. Я приношу удовольствие, когда вижу, что у меня вот кудряшки красивые, либо такой хвостик аккуратненький, либо вот там бровки, да, аккуратные. То есть ухоженность. Сама себя вот так вот я как-то вдохновляю, скажем так, да. Когда смотрю на себя в зеркало, мне нравится, как я выгляжу, и от этого я тоже получаю определенную дозу энергии, да. То есть никогда не забывайте про себя, стремитесь ухаживать за своей внешностью, потому что то, как вы выглядите, влияет 100% на настроение. Согласитесь, вот я знаю, что большинство смотрят девочек, и то, когда мы там у нас вышли после салона или просто сами себе, как я, да, сделали кудри, настроение поднимается. Да, ленивым вначале, да, не хочется, но стоит перебороть, и потом заряд энергии идет на весь день. Вот такие вот семь моих принципов, да, которые мне придают энергию, которые меня держат в хорошем тонусе, заставляют улыбаться и заставляют делать больше, чем я делаю обычно, да, стремиться к чему-то, да. Потому что для того, чтобы развиваться, нужна энергия, мы не можем развиваться без энергии. А развитие — это обязательное условие. У нас не бывает в жизни статики, мы либо вверх идем, либо вниз идем. Да, застой он бывает, ну, он мало времени длится, всегда куда-то идет направление, потому что жизнь не статична, жизнь идет, жизнь двигается, и вы тоже двигаетесь. А в каком направлении двигаться — решать только вам. Спасибо, дорогие мои друзья, что были сегодня в прямом эфире со мной. Надеюсь, мои принципы, которые мне приносят энергию, вам помогут. Я очень хочу, чтобы... Запишите их, да, если... Потому что все забывается, лучше, конечно, ту информацию, которую вы получаете, даже записывать. Если хотите, я могу сделать про этот... про... на эту тему пост, да. Хотите? Поставьте плюсики. Если вы хотите, чтобы я сделала на эту тему пост, на тему своих энергетических ресурсов, да, и тогда вы сможете сохранить к себе закладки их. Ну что? Ох, боже мой, испеклась. Вы здесь, друзья. Я вас не вижу. Ку-ку-ку. Тут все, дорогие мои. Что-то, видимо, что-то подвисло. Да, тут очень слабый интернет. Поэтому мы завершаем сегодняшний прямой эфир. Люблю вас, целый, обнимаю. Пока.